Последний вопрос. Мы намерены в Казахстане, не просто намерены, мы уже двигаемся в сторону развития туризма. Вот с точки зрения израильтянина, какие туристические направления могут быть интересны вашим соотечественникам в Казахстане? Израильтяне любят экстремальный туризм. Израильтян это в крови, особенно для тех, кто заканчивает армию, они ищут экстрем. Это адреналиновое голодание. Адреналиновое голодание, и поэтому они едут на край света за острыми ощущениями. То есть, на самом деле ничего причесывать не надо? Я думаю, ничего причесывать... Ну, понятно, что должна быть инфраструктура, минимальная инфраструктура для туризма должна быть. Но израильтяне, те люди, о которых я говорю, о молодежи, они не ищут пятизвездочные гостиницы, они не ищут какой-то роскоши, они ищут именно адреналин. И в Казахстане для этого все есть. В Казахстане есть горы, есть джипы, есть реки, на которых можно делать рафтинг, можно ходить на охоту, можно заниматься еще миллионом самых потрясающих вещей, которые уже недоступны, скажем, в Европе или в каких-то других странах. Здесь, конечно, есть большой потенциал. И, например, израильтяне открыли для себя Грузию недавно. Относительно недавно, лет 10 назад. Я думаю, что каждый израильтянин сегодня побывал в Грузию уже, потому что Грузия, ну, во-первых, это близко, во-вторых, это дешево, и в-третьих, это очень красиво и очень интересно. Поэтому израильтяне ездили в Грузию, но рано или поздно они захотят открыть для себя и другие страны. Осталось прямой рейс открыть, да? Осталось открыть прямой рейс. Ну, например, в соседнем Кыргызстане очень много израильских туристов. Там за последний год побывало 4-5 тысяч израильских туристов. Ну, и кроме этого, нужна действительно государственная политика, чтобы привлекать туризм. А вы сами, какой туристический объект, какое место в Казахстане вам самому, какое нравится больше всего? Я живу в Астане. Мне очень нравится Астана. Ну, это туристическим объектом заслужит. Возможно, Алматы – это неправильное место об этом говорить, но тем не менее, мне очень нравится Астана. Я вижу, как динамично она развивается. Последние месяцы вообще Астана превратилась в потрясающее место за счет Экспо. Но, естественно, я часто бываю в Алмате, на Шимбулаке, и лыжи, и вокруг потрясающая природа. Не так давно был в Туркестане. Тоже совершенно особое место. Но я думаю, что все еще впереди. Я еще собираюсь поедеть и посмотреть, потому что действительно очень много еще нужно увидеть. Михаил Бродский, посол Израиля в Казахстане. Надеюсь, что мы встретимся с вами где-нибудь через год. И вы скажете, что у нас товарооборот увеличился на 100 миллионов долларов. Давайте. Я не против. Спасибо большое. Спасибо вам, Михаил. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok